Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Что думаете, у меня такая физиономия довольная? Конечно, на моем столе грибы, которые я сама собирала, между прочим. Вы знаете, вот это отдельная тема, до которой все время не доходят руки. А хотелось бы, чтобы дошли руки, потому что есть масса маленьких секретов, как сделать грибы вкусными, как сделать их удобоваримыми, как сделать так, чтобы желудок не реагировал на поступление грибов туда, отрицательно не реагировал. Я это имею в виду. Вот и сегодня хочу немножко рассказать вам о грибах. Заметьте, что на столе есть баночки уже с упакованными грибами. Они, естественно, рыжего цвета, и вы догадались, что это рыжики. Но есть баночка вот такая вот. Это, конечно, маслята маринованные. И все грибы обладают замечательным качеством. В них очень много желирующего вещества. И когда мы их вот пакуем в банки, закатываем, да, закатываем маринованные, все, что соленое, закрывается крышками, где воздух все-таки проходит туда-сюда. Иначе образование бутулина, это такой яд страшный, заболевание называется бутулизм, это недопустимо. Поэтому крышки должны быть хоть и хорошо закрывающимися, но все-таки полиэтиленовыми. Потому что воздух хоть как-то, но все-таки должен здесь проходить. Я открою банку, и я не боюсь это сделать. С моими грибами ничего не случится. А знаете почему? Потому что это... Крышки садятся просто замечательно. Потому что это... Запах обалденный. Это квашеные грибы. Да, в этом участвует молочная сыворотка. Как вы понимаете, рыжики относятся к съедобным грибам, да? А вот грузди уже относятся к условно съедобным грибам, но первой категории. И все они требуют определенной термической обработки. Грузди надо замочить, и рыжики надо замочить. Но рыжики достаточно вымыть, а потом засолить. Можно отварить, и тогда через 3-4 дня можно есть, а можно и не отваривать. Тогда через дней 15-20 можно употреблять их уже. Для того, чтобы там не образовалась плесень, нужно обязательно придавить так грибы, чтобы сверху встал рассол. Видите? А вот чтобы он сверху встал, есть еще вот такие крышки. Вот они немножко разные. У этой крышки есть середина, которая прижимает, да, огурчик там или помидорчик, а у этой крышки она совершенно плоская. И что я делаю? У меня вот крышки комплектом. Одна такая, одна такая. Я беру ножницы и растригаю ее вот таким образом. Вот так. Видите? До середины. А чтобы ее ввести в банку, ее нужно вот так согнуть. Вот так согнуть и запихать вот сюда, за плечики. Тогда эта крышка будет держать все, что в ней есть, а это не обязательно грибы. Это может быть что угодно, и огурцы могут быть, смотря какой засол. А сверху уже мы закрываем вот такой крышкой, да, вот эта мытая. Закрываем сверху такой крышкой. Все, грибы упакованы, но хранить их надо только в холодильнике. Значит, почему здесь на столе стоит вот эта бутылка? Да, это кисломолочная сыворотка, и она очень хороша для засолки таких грибов, как грузди, например, подгрузки. Черные грузди, белые, настоящие желтые, желтеющие, розовеющие, синеющие, сухие и так далее. Хороша она тем, что именно квашение, в котором участвует молочная сыворотка, оно заставляет у гриба есть стенки клеток. Так вот, стенка клетки гриба настолько неудобоварима в нашем желудке, что пока мы ее не заставим расслоиться там, да, чтобы она распалась слегка, только тогда мы можем есть грибы и не бояться, что с нами что-то случится, что у нас не сварение желудка или там тошнота, рвота и так далее. Но помните, что любые грибы сначала нужно удалить токсины. Удалили токсины, то есть 3-4, ну 4 много, ну 3-то дня точно мы вымачиваем в воде каждые 6 часов, меняя воду на чистую, свежую. Потом мы грибы отвариваем, такие как грузди, всегда отвариваю. А потом, внимание, рецепт. На 1 килограмм отварных грибов вам понадобится соли 70 грамм на 1 килограмм, это 2 столовых ложки с небольшой горкой. Этого вот так достаточно, но вешать, взвешивать нужно обязательно. И вам понадобится 1 стакан молочной сыворотки. Лучше бы, конечно, если бы вы сделали ее сами. То есть сквасили купленное молоко, которое из бочек продают и отделили сыворотку, то количество не такое уж большое. Но, уверяю вас, это очень вкусно. При засулке рыжиков не требуется ни чеснока, никаких других, ни укропов. Это все добавляется в тарелку, когда вы собираетесь их поесть. Это очень вкусно. Маринованные, да, с уксусом или лимонной кислотой, любые, хоть это опята, хоть это маслята, разницы нет. Либо это подберезовики, вот они здесь в замороженном виде, они не отваренные. Они, конечно, могут быть маринованы обязательно и с гвоздикой, и немножко корицы, и черный душистый перец. А вот рыжики не требуют, вы испортите вкус. Просто рыжики. Если вы хотите хранить свои грибы, засоленные, сначала мы же в кастрюле все делаем, да, ну или там в какой-то емкости, кроме металлических неникелированных нельзя. Это может быть или пластиковая пищевая посуда, либо это нержавейка. Пищевой алюминий, я не знаю, допускается или нет, но я не рискую никогда. Значит, вы все под гнетом, да, посолили, залили сывороткой, придавили, крышку замотали так, чтобы у вас над грибами всегда стоял рассол. И в банке, и в кастрюле. Они могут у вас храниться и в кастрюле. Температура плюс два, плюс четыре градуса. Они так и могут быть. Вы можете доставать оттуда и кушать их на здоровье. Не обязательно в банке перекладывать, но мне так удобнее все-таки. Ну вот под березовиков мы набрали очень много, больше двух ведер. Они вот такие все молоденькие, хорошенькие, просто славнюхи, слов никаких нету. А запах обалдеть просто. И я их просто заморозила, потому что, знаете, я вот буду нюхать всю зиму. Я их есть не буду, я их беречь буду. Но для того, чтобы сварить какой-нибудь вкусный супчик со свининой и с фасолью, ой, и со сливочным маслом, а потом со сметаной, ну это будет очень вкусно. Но вообще считается, что грибы надо отваривать. Ну не в этом случае, это подберезовики. Их можно не отваривать. И белые тоже можно не отваривать. Ну на этом всего вам доброго, а то я никогда не останавливаюсь. Я очень люблю грибы, особенно собирать.